от костра друзья капает на ходу замерзает вода мороз вот такой осмаленько обогреемся будем готовить из один аккумулятор у меня уже сдох оригинальный поставил не оригинальный раз он хранил в такой вот жена связала хранил них повербанк и аккумулятор держу в тепле сейчас вот напилил бревен сухих будем делать надью свалил сушину вот уже раз распилил еще маленько осталось но если ночью не хватит суховея много стоит будем пилить не замерзать же нам воды у нас нет будем суп варить и снега та же самая вода только дистиллированная снег ходит чистый выпадал сейчас накамбуем ребят варим уху вода почти закипает картошечка желтенькая домашняя вода кипит маленько снегом ее протрем что была чистенькая вот прикол картошка прилипает к ножу смотрите друзья лед что вообще замерзла варим у нас что аналитик ну и какие-то картошки что что красиво смотрите вода лёд примерз она у нас там уже кипит вода закипела злая смешу картошку кушков наших спускать их почистил уха языку ней они почистят сейчас мы заодно туда лаврушечки добавим и маленько соли соль кстати друзья у меня перемешку с перчиком можно не добавлять перец такая царская уха будет за кунией и и взял с собой вот такой вот спальник но он не зимний такой осенний вариант солнце светит не уйдет не должен ночью замерз если чё газовая печка из собой будем отапливаться газом ухо варится скоро будем есть отпилил такой брусочек будем резать сало сейчас мороз сальцо надо кушать тоненько порежем ухо варится ухо варится и ухо варится и и и и и и и и на природе на костре картошечка ухо царское, главное сейчас быстро есть, а то саледенеет это пока сюда поставим, чтобы не опрокинуть да еще ручок у меня есть, я лук не стал крошить, ручок отдельно поедим, 30 градусный мороз, горячую ушицу, не каждый наверное друзья из вас ест, в такой мороз, с сальцом порежем, ничего себе, где у меня соль, маленько посолим еще чуть-чуть, о друзья, согревает аж изнутри, смотри что с хлебом, друзья, хлеб замерз, этот да, вкуснотища ну-ка где рыбка моя, хочу рыбку спробовать, окуня, кожуру не стал, друзья, снимать чешую, косточки, божественный вкус, друзья, непередаваемое ощущение, ой мороз, ухо сабливает, такой мороз, сейчас пожарим, самого большого окуня еще, аж с сальцом, в углях, запечем, смотрите, какое мясо белое-белое, да, настоящий экшен, такой мороз, да ухуись, вы не представляете, друзья, как сегодня ночь в палатке будет, я еще не знаю, так, вырезал я палочку из черомки, сейчас нам ее надо как-то расщепить, вот такой окунь большой, вот, сейчас мы его в расщелину и будем запекать, кое-как, друзья, я его затолкал в эту расщелину, в расщепу, сейчас будем его на углях жарить, посмотрим, что получится, в угольках прямо его сейчас запечем, там как раз жар, не знаю, друзья, что из этого выйдет, кедр мороз очень ломкий, сейчас я вам расскажу, сейчас один отпил сделаю еще, вот так вот, надпилы, спробуем, друзья, сделать вилку с вами, с кедры, три, четыре, надпилы, например, тонковатая, что ли, сейчас попробую, если не сломается, друзья, ну вот, пока ходили, пилили кедр, окушок нас запекся, сейчас пробуем, не знаю, что у нас выйдет, если не лопнет, нам ее надо расколоть, хрупкая какая-то, кедра, мороженое, сейчас попробуем, не так пошла уже, видите, друзья, вот и ножом надо строгать, сучковатая, сучковатая, зараза, ладно, попробуем, посмотрим, что получится, мороженое, зараза, строгать-то опасно, в любой момент, вот так вот дорабатываем ее, придаем форму вилке, срезаем, срезаем, желательно, чтоб нож был острый, такая у нас будет вилочка, с кедры, желательно со всех сторон придавать ей форму, ну, друзья, видите, что у нас уже получается, вроде как похоже на вилку, края маленько заостряем, так, у меня вот дрова кончаются, надо за дровами идти, а я тут вилку строгаю, ну, примерно вот так вот ее, раз, главное не отломить, на улице мороз можно отломить, дерево хрупкое, а тут столько трудов и отломится, вот, вот здесь можно заточить, чтоб была настоящая вилка, а не ложка, вот здесь, друзья, что-то уже получается, вот с вами, ну, потом можно наждачкой обработать, блин, дерево слоится, что-то слоями идет, как-то непонятно, вот здесь уже есть, лишнее подснять, только без усилий надо, вот из кедрового сучка, получилась примерно вот такая вилочка, пришло время отъедать нашу рыбку, ой, она уже замерзла, и подогреем маленько, надо было термометр собой взять, что-то я как-то не подумал, сколько точно мороза-то, вот что получилось таковое, подгорел маленько, чешую сейчас снимем, тоже вкусно, кстати, друзья, вкусно, запеченный, типа вкус как это, под копченая маленько, зажарился, поход на выживание сегодня, сало не ем вообще, ем одну рыбу, рыбный день такой у меня сегодня, во всяких разных видов, жареная уха, ну что есть можно, не отравимся, буду укладываться спать, не знаю как пройдет ночь, навожу там кучу дров, на всякий случай, да приготовил газовую печку, так, ну чтобы не сгореть, у меня пол-то тут вон этот, такой клеенчатый, так что буду следить, ладно друзья, аккумулятор вообще уже, три аккумулятора высадил, повербанк тоже почти уже на исходе, заряжал телефон, не знаю как пройдет ночь, ну надеюсь успешно, на улице мороз, до утра уже думаю, самое главное не простыть, не замерзнуть, вроде наложил, так поднес лапника маленько, в палатке конечно в летнюю жесть, надо покупать думаю зимнюю с печкой, так мне бы еще одну, сушину надо, принести, блять, ничего не видно, где ее искать, и по-моему, то на ночь мне дров точно не хватит, сейчас вот эту приволоким, преподават, мужик, грудь, жил, в заднейшем лесу, ветер, поэтому, кажется, счастливой, ночью дубак был капитальный газ вон аж замерз всю ночь пришлось сжечь газ брал с собой вот такую печку маленькую всю ночь сжег поддерживал костер так потому что в спальнике спал без сапог холодина сейчас буду собираться домой сухой один лед вот это да ночью был серьезный мороз ой друзья не повторяйте моих походов ой наконец-то расцветал не дождусь думаю ночью пришлось идти за сушиной сейчас маленько пожгу и это и домой надо валить всем пока не прощаемся периодически ночью почти каждый час пришлось просыпаться толком не спал потому что мерзли в основном голова мерзла и вот это ноги а так вроде остальное все в тепле было но еще печку шебурчала печка у меня я все боялся думал сгорю в палатке с печкой пришлось так маленько краем глаза одним глазом спал другим смотрел за печкой в общем ну вот такой поход у меня вышел так что друзья ладно будем прощаться всем пока